Спасибо. Хорошо ли меня слышно, друзья? Так, слава богу. Олечка, ты включишь запись? Так, ну я просто предлагаю записать. Или я должна где-то что-то включить? А, отлично. Ну, друзья мои, хоть нас здесь сегодня собралось пока и не так много, но, может быть, это важно, но, вернее, может, я хотела сказать, может быть, это и не важно. Говорят, что всё делается вовремя и всегда с теми, кому это нужно. И я захотела очень провести эту медитацию, которая называется, сейчас, подождите, у меня же материал загружен, сейчас я его как раз и покажу. Называется он так. Вот смотрите, как выглядит тема. Будущее. Три недели, 30 дней, то есть месяц, год, 10 лет, 100 лет, 500 лет и, может быть, возьмём тысячу лет. Вот что я предлагаю сделать и к чему приглашаю? Приглашаю поработать над светлым будущим человечества. Ну и над своим, конечно, тоже. Это будет шикарно. Заглянуть, потворить, посозидать вместе с эгрегором Иисуса и просветлённых. Мы их пригласим мысленно, ну или не мысленно. И прочувствовать то, что будет за пределами нашей жизни в жизни. Ну и о своей не забудем, нацелимся получше, что-то да поможет нам, попросим. Ну, возьмём и через тысячу лет, посмотрим по состоянию вдохновения. Это всё будет классно, на мой взгляд. Ну, несколько слов о себе. Ну, меня вы все знаете, как бы из присутствующих. Ну, вот к нам подошёл Андрей Лаптев. Это мой друг, я вас знакомлю, мой бывший ученик. Сейчас человек, у которого я сама очень многому могу поучиться. Могу сказать, что он поэт, очень приятный к общению человек. Я рада, Андрей, что ты тоже пришёл. Ну, вот о себе. Мастер НЛП технологий и самогипноза, а также Кундалини Рейки и других. Ну, Игдрасиль, Элинари Рейки, Бабаджи, меня любит. Спикер клуба интернет-творцов. Ну, куда вот Андрея, я думаю, что Ольга пригласит. Тренер новых технологий успешности и счастья. Вот сейчас, ну, наверное, перед тем, как вот перейти вот к этому слайду, я, наверное, всё же несколько слов скажу. Перейдя вот всё же к... Так, давайте мы сразу же, наверное, вот чему, что сделаем. Давайте мы сразу... Я скажу вам, почему я захотела это сделать. Когда я была ещё маленькой, я помню, ну, я была человеком, рождённым в послевоенные годы. И тогда радио, телевизион, и у меня папа ветеран войны, у меня дедушка ветеран войны. Это всё как-то, эта тема, она была вот на уровне какой-то, ну, дрожи сердца, что ли. Я очень сильно переживала за то, или вернее даже хотела, это вот всё устремление моё было, чтобы мои дети, мои внуки, мои правнуки, и праправнуки, и праправнуки правнуков, вот так я далеко мысляла, ведь это же тоже моя, как бы, кровь, это наше начало, да и вообще это человечество, чтобы они жили в мире. Тогда моя детская мечта была такая, чтобы через тысячу лет на земле не было войн, был мир. Сейчас идёт такой период времени, ну, о котором вы все присутствующие знаете, что трудится очень большая, и вы среди них, ну, что ли, гвардия людей, борцов, воинов света, которые уже не только за мир, а вообще за духовные ценности, за вот этот процесс просветления людей, пробуждения людей, духовных ценностей. То есть не просто жить в мире, а жить так, чтобы каждому человеку, ну, каждый понимает, может быть, по-своему, я сейчас пока скажу так, как мне говорится, чтобы каждому жилось среди людей, ну, скажем, интеллигентных или воспитанных, высокопрофессионалов, чтобы не падали самолёты, правда, чтобы те же компьютеры, которые мы покупаем, всегда были из правды, чтобы общение между людьми было приятным и дружественным и другие составляющие духовности. И сейчас над этим, над этим, и, как я уже сказала, трудится целая гвардия людей, вот вы среди них, и даже я среди них стараюсь быть, соответствовать или прийти к этому. Есть такое предположение, что существует как эгрегор, ну, у меня это как бы убеждение, но, может быть, будем говорить как предположение, есть, то есть с кого-то же это началось, и я предполагаю, что это началось, наверное, движение с тех людей, которые вот Иисус и его друзья, и его соратники. Это они, мне кажется, начали вот эту, ну, работу, или эту борьбу, или этот свет нести, это просветление нести и давать нам. То есть это люди, которых мы можем назвать своими, ну, своими где-то, ну, друзьями, назовём их своими друзьями. И идёт, вот посмотрите, что сейчас происходит в мире. Как будто идёт, ведь наверняка же есть какой-то клан или эгрегор, который вот противоположен. И для того, чтобы сохранился мир, и для того, чтобы вот этот вектор всё-таки был к свету, вектор человечества, вектор вот мира, мира, даже вектор существования Земли. Всё же надо, чтобы вот большинство, люди становились более духовными. Это будет гарантией того, что через тысячу лет люди будут жить так, как вот хотелось бы мне, и хотелось бы вам. К чему я это говорю? К тому, я хочу сейчас пояснить, почему родилась вот эта идея. дать вот такую медитацию провести. И поэтому я заинтересована как бы была в том, чтобы на ней было несколько людей, хотя бы несколько, потому что это содружество единомышленников, это уже какая-то сила, и сила какого-то нашего посыла. Вот исходя уже из моих знаний, знаете, как мы, мы, в общем, можем, гадать, можем на что-то посмотреть, можем увидеть какие-то знаки и сказать, ой, этот знак нехороший. Но если мы тут же скажем, или найдём, вот что-то найдём в себе такое, что мы изменим вот своё, вот это вот, свой мыслеобраз о том, что этот знак нехороший, а мы его изменим на то, что это как раз вот к лучшему, то обязательно произойдёт лучшее. То есть вот мы нашей головой, оказывается, такую созидательность делаем, чтобы эта созидательность была позитивной. Сейчас я поясню, к чему я и это говорю. Я вчера была на медитации, на которой, вот которая была с аналогичным названием, и проводил один парень, я у него раньше училась, Алексей Дерябин, ну, он чуть-чуть, может быть, и у каждого своя уникальность, я вдохновилась этим. И вот там один из слушающих сказал, я увидел вообще, я ничего не увидел, то есть черноту и пустоту. И Алексей ему на это сказал, или вы, ну, я так, он как-то не так сказал, я сейчас говорю так, как я сейчас это представляю. Или он боялся увидеть будущее, исходя из каких-то своих убеждений, и поэтому он и не увидел ничего как бы хорошего, боязнь помешала. Или у него не было вот этого посыла душевного, настроя душевного увидеть хорошее. Вот давайте сейчас, я прям сейчас предлагаю всем нам обратиться. Ну, я обращаюсь в слух, вы вместе со мной можете повторить мне. Давайте призовём тех, Иисуса Христа позовём. Позовём Иисуса Христа. Мы ходим в церковь, мы молимся, мы ставим Иисусу Христу свечи. Давайте прочувствуем сейчас его своим другом. И делаем этот как бы призыв к тому, чтобы он почувствовал в нас, друзей. Пусть откликнется и придёт. И когда начнётся медитация, вы обязательно почувствуете. Но вы можете позвать не только Иисуса Христа. Кто-то, может быть, мечтает, я вот знаю, что есть, вот Валя мечтает побывать у Матроны. Я когда-то, получив, кстати, от неё в подарок иконку с Николаем Чудотворцем, так захотела прочувствовать, а какой он, вы знаете, в какое состояние он мне подарил, он откликнулся тут же. Это было состояние, знаете, как бы я его назвала, вот, тихая милость-любовь. Понимаете, это вот человек этим является. Если у вас, просто у вас может возникнуть такое, прочувствовать кого-то конкретно, конкретно чью-то помощь, потому что у меня такое было. Такое было, когда я проводила такую практику, и я поймала состояние вот того, кого я попросила вот присутствовать сейчас со мной и показать мне. И я настолько прочувствовала, он оказался ещё и, знаете, юмористом. То есть вот это был какой-то такой юморной чуть-чуть кураж в нём. Мне это было так удивительно и здорово. Это будет для вас праздник. А я прямо вот хочу, чтобы вы почувствовали, как это шикарно, это праздник. Вот почему я говорю об этом сейчас? Потому что, в силу моего убеждения, ну какое-то время должно пройти, хотя бы несколько, может быть, секунд, минут, чтобы они нас услышали и вот уже сейчас стали появляться к нам. И тем более, что вообще цель не только вот такая, что через сто лет, если вы можете подумать, что вы жить уже не будете, кто знает, а может быть и будете, если захотите, и намерение такое создадите. через пятьсот лет, я бы сказала, даже и через тысячу лет. Но ведь мы ещё как-то и для себя чего-то хотим, чтобы эта медитация была каким-то, ну как-то привязана ещё и вот к нам лично в нашем настоящем времени. Мы тоже хотим быть счастливыми. И пользуясь вот этим как бы моментом и вот этим счастьем, которое должно вот произойти и получиться, вот с приходом к нам Иисус замечательным чувством юмора. Спасибо, Андрей. У меня как-то с ним серьёзный был разговор. Но он мне однажды явился буквально в небе картиной. Да слышу я тебя, слышу! И через неделю мы получили ордер на трёхкомнатную квартиру почти бесплатно, вот в Пушкино, где я сейчас и живу. Вот. Сейчас я хочу всё-таки вот перейти, по-моему, знаете, к району. Я вот сейчас точно не могу вспомнить, поскольку это давно было. А ещё почему идея была тут, вот я хочу благодарность выразить заодно ещё и Валерию Гусарову. Я помню, что с него началось, когда я была у него на тренинге, когда вот он нас объединил в круг, и вот именно это его слова были. Мы создадим сейчас вот этот эгрегор добра. Так, вот мы его тоже сейчас созидаем. А вот сейчас давайте о своих целях. Я чуть-чуть попробовала набросок такой сделать, ну, исходя из того, какие представления, конечно, вот во мне. Какие могут быть цели? Вот первое. Цели на обретение состояния. То есть вот вы в этой медитации, вот когда вот я буду произносить какие-то слова, что создайте намерение вот на исполнение своего желания. Вы можете, конечно, и желание взять какое-то приоритетное может быть, потому что там же будет на три недели, на месяц. Это же тоже вот уже плановость у вас в голове, прямо сейчас уже идёт. Потом она будет на год, уже тоже плановость работает. И вот смотрите, оно само может возникнуть спонтанно, как бы наше подсознание само лучше знает, что сразу нам, в чём больше помочь. Но нам ещё и помогут эти высшие силы, которые мы сейчас вот уже призвали. И вот цели на обретение состояния или самоощущения. Ну, например, может быть, из моих целей обрести и быть в состоянии спокойствия и адекватности людям и миру. Любовь – это, как я это тоже. Что любовь – это состояние, это состояние, это самоощущение. когда не я люблю за то, что меня любят или у меня хорошая отношения, а когда я люблю как бы априори, то есть невзирая и несмотря. Вот так любит и показал мне это состояние Николай Чудотворец. Ну, это для меня как бы актуально. Ну, вот, например, можно ещё состояние самоощущения, стать сексопильным, эротичным, стройным. Это тоже самоощущение и состояние тела. Могут быть цели по сферам жизни. Какие-то, может быть, у вас уже они есть, может быть, сформулированы. По деловой сфере, семейной и личной, ну, может быть, тема любви, тут отношения. Сфера здоровья. Сферу здоровья… Берите, берите сферу здоровья. Я её как-то обычно не ставила целью, а сейчас я уже думаю, что вот оно мне как аукнулось, что приходится работать над здоровьем. Цель обрести навыки. Ну, в сферах жизни, а именно, тоже деловой. Ну, все же мы такими, как бы путём этим шли, навыки обретаем. Для кого-то это очень актуально. В личной жизни какие-то навыки. Вот, может быть, даже не знаю, какие. Пусть придут. В профессиональной, в бытовой именно взаимоотношения. Взаимоотношения, ну, что-то ещё, вы сами знаете. Я просто сейчас, как вот должна, что-то такое предварительное сказать, чтобы на что-то ваш ум, на чём-то сконцентрировался перед началом медитации. Коммуникативные навыки, полезные для себя и для других. Давайте посмотрим, что у меня вот в этом слайде есть, через сто лет. Каким силам мы помогаем сейчас? Какому игре-игру? Ну, наверное, вот понятно. В каком мире хотели бы жить? Это вот, когда будем говорить о том, что через сто лет вот вы хотите, видите, что хотите, может быть, поправить, я буду об этом говорить. В каком мире хотелось бы жить? На что обратить внимание? Вот смотрите, что волнует больше, мир техничности или духовности. Может быть, мы воплотимся через там 500 лет, может быть, через тысячу лет, то есть будем в каком-то воплощении жить. В каком мире хотели бы жить? Не только из-за вот своей духовности этот посыл миру делаем, сейчас будем делать, а может быть, и жить будем. Какие правила общения между людьми? Какова экология, природа? Есть ли леса? И вот смотрите, сразу посыл. То есть мы выступим в этой медитации еще творцами. Не просто, что вот мы увидели, оно предопределено. Оно-то предопределено, знаете, чем? Тем, о чем мы доселе думали. Вот все человечество мыслило до сих пор. Оно воплощается сейчас. А мы сейчас новые зададим. Есть ли мусор в лесах, около домов, и сразу посыл. Ну, я написала здесь то, на что вот я, например, сегодня обратила внимание. И что другое я бы хотела видеть? Может быть, это уровень воспитанности, уровень, ну, как говорят, интеллигентности и так далее. Так, на одном месте все выскакивает. Вы меня знаете что? У меня что-то такое, мы уже с Ольгой устанавливали, устанавливали, какую-то эдаф или эбаф, я забыла. Вот, а она у меня, видимо, ничуть я не пойму, наверное, недоустановили. Но если что, не важно. Ну, напишите мне, пожалуйста, сейчас, насколько вы готовы начать слушать медитацию. Если, то есть, вот, конкретную работу по нашему уже видению. Ну, поставьте десяточки. Отлично. Вот, Ольга, я готова. Так, есть ли еще кто-нибудь готов? Вообще у меня что-то я вот Андрей... А, отлично. Спасибо, друзья. Немножко, наверное, затягивать, потому что я уже что-то запереживала, думаю, слышат ли меня другие-то люди, кроме Ольги. Так, ну, тогда приступим. Вы можете себе сейчас позволить, вы уже позволили себе это. И я тоже. Расслабиться. Ну, займите такое положение, которое наиболее приятно вашему телу. Ну, если вы сидите, то чтобы спина облокачивалась, может быть, на спинку стула или как-то так приятно расположилась спина, тело, ноги, можете прочувствовать расслабление. Может быть, какой-то образ поможет в том, чтобы получше расслабиться. То есть, позволить расслабиться в первую очередь, наверное, умом. Он должен расслабиться, он должен стихнуть. Потому что сейчас начнут включаться другие наши составляющие, подсознания, какие-то всё поле наше. Всё наше поле, состоящее из нескольких тел. Наше подсознание, наша связь с Богом, с Божественным, с Космосом, с Абсолютом. Может быть, поможет образ такой, который часто помогает мне. Это я представляю себе, как я нахожусь в массажном кабинете, на расслабляющем массаже. может быть, дома кто-то делает массаж. Абсолютно расслаблено. Звучит какая-то приятная, тоже расслабляющая музыка. Вся какая-то атмосфера, может быть, освещение в комнате, может быть, даже запах. Всё абсолютно способствует наибольшему, наилучшему расслаблению. Расслабляется тело, абсолютно успокаивается и отдыхает ум. И мы позволяем ему сейчас успокоиться и отдохнуть. Утихомириться, стать тишем. А может быть, ум просто вообще сам уже ушёл на отдых. активизируется наше подсознание. Тот, кому легче прочувствовать себя, может быть, телом, может быть, это важно, потому что какая-то концентрация сейчас и будет важна. Это может быть концентрация, не может быть, а концентрация на наших целях, на наших намерений. Может быть, помогут такие слова. Пройдёмся по чакрам. Муладхара. Самый низ кучка. Я источник стабильности и активности. Сватхистан. Я источник энтузиазма. манипура. Область солнечного сплетения. Я источник воли и власти. Мы центрируемся сейчас. Анахата. Я источник любви. Вишутха. Я источник вдохновения и правды. Аджна. Я источник осознанности, ясности. Сахасрара. Я источник святости, духовности. центрированы наши ресурсы, центрированы стержни. С каждым вдохом и выдохом вы все глубже погружаетесь в медитативное состояние, в котором ум абсолютно спокоен, мух ум затих ясности в голове. И сейчас вы можете увидеть то, на что вы нацелены, что намерены получить через три недели. Через три недели вы можете прочувствовать состояние, если оно вам важно. Вы можете попасть в образ присутствия, в исполненности того, на что вы нацелены. Высшие силы Иисус Христос, святые все те, кто захотел сейчас нашел время помочь нам вместе с нами поработать в этом. Эти силы сейчас можно попросить тоже помочь в исполнении нашего желания, нашего намерения на то, что мы хотим получить через три недели. Может возникнуть или уже возникнут в какой-то образе. Может быть состояние, ощущение, какие-то картинки. Вы можете просить о помощи, вам помогут. идем дальше. Вы представляете себе свою жизнь вы представляете себе свою жизнь и представляете, что вы хотите получить через месяц. Или чему обрадовались ты? Чему обрадовались ты? Может быть, это будет удача, может быть, это будет какое-то везение, может быть, даже то, что вам кажется, что это пока неисполнимо. Просим высшие силы помочь нам в том, чтобы это оказалось исполненным. посмотрите, посмотрите, увидите, прочувствуйте образы, картины, внутренние ощущения, как что-то вы увидите, что-то прочувствуйте. уменьшите. А теперь задумайтесь о том, к чему вы вообще идете, каково движение, какова цель, о каком счастье вы мечтаете. И та сфера, которая наиболее важна, а может быть и все сразу. Что-то должно уже произойти через год. Окажитесь в этом. Что через год. Посмотрите, как вы ощущаете себя. Что обрелось в вас. Какие радости радуют. Может быть прочувствуете или увидите чье-то лицо из тех высших сил света. может быть увидите и поймете, кто оказался вам помощником, любящим вас, откликнувшимся. Идем дальше. Какие-то картины, которые через год что-то исполнено, что-то осуществилось, другое самоощущение, может быть какой-то статус, другой. может быть ощущение себя в роли. Мы все в ролях. Даже мама это роль, папа это роль, на работе это какая-то роль. Может быть какой-то больший комфорт достигнут в этих ролях. Может быть дали идеальные самоощущения в этой роли. Может быть что-то материальное, то, о чем вы мечтали, получили, получилось, везением, мыслью созидательной и посылом, самой позитивной мыслью. Хочу этого получилось. Чувство радости, что-то счастливое произошло. Год наполнен движением к этому счастью, которое планируется получить, обрести через год. Но жизнь продолжается. Погрузитесь сейчас в состояние транса или вот этого медитативное состояние. Может быть еще глубже или в самую оптимальную глубину для того, чтобы увидеть то, что будет с вами пожелавшим себе счастья и исполнения желаний вот сейчас через ваших десять лет. И посмотрите, ощутите, в каких сферах что обретется. Может быть помолодеете, может быть станете более здоровым. Что обретется? Может быть что нового радостного обретется? Не только какие вдохновения этому помогли, а может быть что-то дарованное нам, может быть и высшие силы сейчас нам даруют вот это новое, на что мы пока не нацеливаемся. Мы все получаем из вне. Получаем и ловим это. Начинаем хотеть и обретаем. Посмотрите, что получили хорошего, счастливого и радостного через десять лет. Какие картины увиделись? Что увиделось? Можете ли на что-то повлиять посылом улучшения? Может быть, может быть и такое. Что-то посыл улучшения. Работаем сразу, как работаем в кундалини рейке. Работаем над корректировкой, чтобы стало лучше. А может быть, если очень хорошо, то может быть еще лучше. Ваш ум, то есть наш ум, он должен быть созидателем. Давайте пройдем теперь дальше. Посмотрим через сто лет. Какая-то заветная мечта есть в каждом из нас, людей светлых, людей света. Вот заветная мечта о том, что будет через сто лет. Может быть, вы хотите для себя. может быть, вы вознамерились прожить еще сто лет, а может быть, больше. Тогда какая большая цель повела к этому, что дались эти ресурсы. А может быть, вы просто хотите увидеть, а что через сто лет из моего, из моих заветных желаний вот есть? Что обрадовало? А на что могу повлиять сейчас, чтобы это улучшилось своим добрым посылом? Прочувствуйте. Может быть, подключились сейчас вот те высшие силы духовности, может быть, абсолют, Бог абсолют. мы его дети, этот мир его дитё. И может быть, он радуется сейчас, что вот идёт такая работа. Может быть, прочувствуйте, может быть, поймаете, может быть, увидите лицо своего помощника и единомышленника, вот может быть, из высших сил. И если получилось это увидеть, то давайте шагнём ещё дальше. Мир через полвека, 500 лет, 500 лет. Про-про-про-правнуки наши будут. Может быть, захотите увидеть их? Может быть, захотите что-то доброе пожелать конкретно им? может быть, можем увидеть себя в каком-то воплощении. Тогда давайте сделаем сразу же посыл этого духовности, добра, удовлетворённости себе, жизни, счастья, каких-то новых ресурсов. Андрюш, я так стараюсь сюжет. Сейчас включу на 100. Прямо на 100 включаем. И пусть и счастье будет на 100. Через 500 лет что видим? В какие-то картины попали? Вот какая-то нацеленность, намерение, какое-то что-то заветное было? Видите ли вы, как исполнено оно и исполняется? Посыл, подключение давайте сделаем душевный посыл к этой красоте жизни, к чему-то тому, вот о чём мечтается. Или для личной жизни, для жизни своих праправнуков, людей, мирового сообщества, самой Земли, может быть, мира животных, может быть, мира природы, мира государств или работы государства и правительства. Вот кому что актуально? И предлагаю посмотреть, а через тысячу лет. Вот посмотрите, через тысячу лет с добротой смотрим, смотрим с тем нашим внутренним заветным посылом добра. Может быть, видим, может быть, видим, как, вот посмотрите, как или что делают в настоящий момент вместе с нами Иисус Христос? что делает Матрона? Николай чудотворец. Давайте посмотрим. Давайте увидим. Давайте увидим, а через тысячу лет вот их статус или роль тоже ведь интересны. Может быть, кому-нибудь увидится и придет этот ответ или какая-то картина. посмотрите, видите ли себя в каком-то воплощении. В каком? Давайте сразу запланируем и пожелаем себе на последующей жизни, говоря сейчас, я в этой жизни стараюсь, я стараюсь обрести духовность, я стараюсь научиться, помогите, пусть помогут волшебными силами сейчас. И да пусть будет в тех жизнях мое счастье, радость мне, моей семье, моим детям, моему государству, посмотрите, а будет ли государство, планете Земля, человечеству. И посмотрите, кому из каких-то может быть, мы люди добрые, кому из каких-то может быть рас соленародности, хочется больше дать добра и благополучия, может быть, и такое возникнет, как желание. Может быть, возникло что-то еще, а может быть, какое-то озарение пришло относительно намерений и целей, которые наши сейчас на три недели, на месяц, на год. Это может произойти, потому что мы очень хорошо и попросили высшие силы о помощи. И с очень хорошим настроем мы пришли на эту медитацию. Сейчас вы можете начать снова ощущать свое тело. Возвращаемся. скажем слова благодарности и себе. Скажем слова благодарности своему подсознанию. Слова благодарности высшим силам света за то, что они ведут нас и помогли нам сейчас. Благодарность слова спасибо, но пожелания тоже доброты какой-то. И начинаем чувствовать сейчас свое тело. Возвращаемся в этот момент, когда вы чувствуете, как ваша попа прикасается к стулу, чувствуете свои ноги, начинается возврат в тело, хороший возврат в тело. Концентрация. Можете, открыв глаза, посмотреть на окружающее, что увидите. Входите в свой разум, в свой ум, уже обновленными, улучшенными, облагороженными, обретшими какие-то ресурсы, то есть состояние, самоощущение, и наилучшее что-то начнет происходить. Возможно, уже сегодня или завтра. И фиксируйтесь на этом, потому что мы должны благодарить и наше подсознание и поощрять его тем, что мы замечаем какие-то улучшения, замечаем, ставим цели, сделать их в себе более прочными, то есть уже присутствующими в нас, характеризующими нас какие-то наши качества, черты, какие-то обретения, материальные радости, в отношениях радости, то есть все то, на что вы нацелились. Ну, я думаю, что мы можем сейчас давайте поделимся тем, что видели. Что видели, что слышали, как понравилось, какие озарения были, что вдохновило. Ну, напишите несколько строк. Так. Кто-нибудь что-нибудь слышит? Из трансового состояния вышли? Хорошо, Олечка. Хорошо, хорошо, так, Валентина, ты из состояния выйдешь, в том состоянии выйдешь, из этого трансового состояния, которое тебе нужно для того, чтобы сегодняшние твои дела шли в нужном ресурсном состоянии, там, бодрости или наоборот, но вот то, которое желаемо. хорошо. Оль, у меня тоже этот момент произошел, и я ему тоже была очень рада. Прям очень была рада. Так, может быть, что-нибудь напишет Петр, напишет Андрей Лаптев. Так, Андрей у нас Плетенчук уже, похоже, убежал, потому что он что-то у нас проводит. Наверное, Олечка, смей, давай предполагаем, может быть, через тысячу лет ты будешь в каком-то воплощении, с какой-то реальной задачей. Ну, просто здорово. Я через тысячу лет увидела, я почувствовала, я вам скажу, я вот почувствовала то, о чем ты пишешь. Гораздо, ну, знаете, как будто весь мир легче, радостнее и свободнее. Вот гораздо легче, радостнее и свободнее. Так, ну, друзья, я была бы очень рада, если бы вам это понравилось. Если бы нужная работа, а нужная работа, она еще в вас продолжится. Она продолжится, и пусть она продолжается, может быть, в то время, когда вы спите, может быть, в то время, когда находитесь в каком-то трансовом состоянии, иногда мы бываем... Правда, Андрей? Здорово! Посмотри, человек посмотрел с техничной точки зрения, любознательность ума проявилась. И Андрей у нас, ну, он технический гений, скажем так, который, ну, если еще не генеральный, то будет генеральным. Там, метростроя в Санкт-Петербурге и так далее. Ну, в общем, он умница, умничка. Ну, вот, а я пока даю установки такие, с которыми вы согласитесь и захотите. Пусть работа продолжится в тот момент, когда вы спите. Тогда подсознанию наиболее легко, потому что ум не мешает работать над исполнениями ваших желаний. Тогда, когда вы находитесь в трансовом состоянии, ну, например, смотря какой-нибудь фильм приятный, иногда бывает, что и книгу читаем, но иногда, если читаем книгу, то может быть, ну, там, в общем, ваше подсознание само изберёт наилучшие моменты для того, чтобы продолжать эту работу для обретения и, может быть, получения чего-то еще более, понимаете? Мы иногда в силу наших представлений, вот, которые в нас служены, даже вот у меня такое было, когда я получала извне то, к чему я хотела стремиться. Ну, например, будучи ребенком, я попала в дом к директору школы и увидела множество книг. Я поняла, что это мир, какой-то другой мир, вот, мир интеллигенции, что ли. Может быть, он и не был таким, но мне захотелось. То есть, вот может быть, и вы что-то извне получите такое, что получится, что вас вдохновит, воодушевит и получится. Так, ну, давайте тогда друг другу поаплодируем. Высшие силы поблагодарим еще раз. Может быть, кому-то, может быть, и мне это как раз нужно, побольше сдружиться с кем-то из высших сил для того, чтобы можно было чувствовать чувство доверия и больше любви к себе. Я вас благодарю за то, что вы пришли. Ну, немного попрошу извинения за то, что я вообще намеревалась минут 35, а получилось больше. Я в следующий раз, если буду выступать, то постараюсь быть, ну, может быть, более четкой. Ну, а может быть, и неплохо получилось. Благодарю еще раз. Валерочка, все, можно, наверное, заканчивать. Спасибо за то, что вел запись. Всем присутствующим спасибо. Единомышленники и друзья. Как приятно! Как приятно! Так, ну, я уже прошу. Спасибо за субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо за субтитры создавал DimaTorzok.